Привет, друзья! Привет-привет, друзья! Милана, а ты знаешь, что Март очень богат праздниками? Нет, у меня все равно веселый Новый год! Милана, а ты разве не знаешь, что в Марте аж целых три праздника? 8 марта, 21-22 марта и самый лучший праздник – Казникулы! Нет, у меня Новый год, я тебе не верю! Милана, а ты разве не знаешь, что по восточному календарю 21-22 марта – это тоже праздник Новый год? Пойдем, Милана? Пойдем! Усадьба «Ладушки» подарила нам незабываемый праздник традиций казахского народа! Наурыз – это казахский международный праздник! Наурыз – это казахский Новый год! Наурыз – это национальный казахский праздник! Все национальности справляют праздник наурыз! Здесь нам рассказали все о празднике Новый год, как правильно праздновать и как нужно готовиться, чтобы год был удачным! Новый год – это казахский праздник, где пекут казахские блюда и баурсаки! И еще пьют айган! Лаурсак – это такая штука, которая из теста сделана! На этот праздник готовят разные блюда, баурсаки, ткожи, много мяса варят! Время – это неизберно! Наурыз Альфа – это какая разница! Продолжение пиони – это такая штука, которая изложена! Говорят, где же все это не пойдут! Время – это неизберно! Но праздник, когда человек живет. Истиноп~~ Лаурсак – это делать! Блейбрет! Потому что Т花ик – это неизберно! Наурус – это один из национальных праздников мира. Еще в Наурус есть национальные блюда – это наурус кузе. А еще наурус по восточному календарю – Новый год. Этот день надо отпраздновать очень хорошо и с радостным настроением. Но и про уборку нельзя договорить. До 21 марта надо прибрать весь дом и посадить хоть одно дерево. Мы познакомились с ребятами, которые каждое воскресенье приходят в гости в усадьбу Ладушки. Мне нравится приходить в гости в усадьбу Ладушки, потому что тут интересно и весело всегда. Есть национальная игра казахская, которая называется «Класс-У». Знаете, что это? Нет. А мне-ка давайте подробно. Что это за игра такая? Ага. В глубокую древность, когда девушки были не менее искусными наездницами, чем воины. При свадовстве девушка могла поставить ряд условий, в том числе состязание по скачкам. В случае победы джигит имел право жениться на ней. Состязание проводилось на открытом поле на дистанции 400-500 метров. В конце поля устанавливали поворотный столб и лимитр. Девушка принимает старт на две лошади впереди. Если джигит догонял ее до линии поворота, то как победитель имел право обнять и поцеловать девушку. Субтитры создавал DimaTorzok Наурэф – это праздник, который отмечает 22 марта. В этот день люди желают друг другу благополучия, ходят в гости. К приходу гостей накрывают праздничный стол. Дастархан. На столе обязательно лежат Наурэф. Козже днем находятся семь компонентов. На праздники надо его досыто отведать. Тогда весь год будешь сытым и в достатке. А еще мы узнали, какие мероприятия вас ждут впереди. 16 апреля, воскресенье, в 12 часов дня, вас ждет творческая лаборатория. Рисуем, делаем аппликацию и разгадываем кроссворды. 23 апреля, воскресенье, в 12 часов дня, анимация, операция по спасению хорошего настроения с лунтиком. 30 апреля, воскресенье, в 12 часов дня, кулинарный мастер-класс, смузи-шоу. Готовим вкусные крабсбургеры и молочные коктейли вместе с баристом. Телефон для справок 371037, код города Шелкента, 7252. Усадьба Ладошту ждет вас!